Высадка деревьев проходит строго по правилам. Сначала поставить саженец в яму, полить водой и аккуратно закопать. Затем привязать молодое дерево к упору, чтобы оно росло вверх и не падало. Первоклассники дружно выполняют нужные инструкции под присмотром взрослых. У каждого класса свое дерево. Возле него будут проводить уроки экологии, на которых школьники будут учиться ухаживать за растениями. Контролировать рост своего дерева ученики будут до своего выпускного. Сегодня наши школы нуждаются в том, чтобы учить ребенка не только в классе, но и воспитывать. А именно такими добрыми делами, посредством общения с людьми напрямую, зарождая новые традиции, мы воспитываем человека, гражданина. За период обучения дерево будет расти, ребята будут за ним ухаживать. Мы даже их мотивируем. Будете учиться на пятерке, дерево будет расти лучше. Детям это нравится. Первой акцией, которую планируют сделать традиционной, участие приняли 11 городских школ. Конечно, мы очень рады, что мы оказались в числе тех школ, которым предоставилась такая возможность, и что в нашем школьном дворе мы посадим замечательные рябины. Акция «Растем вместе» – одна из первых, которую проводят участники проекта «Люди-дела». Молодые инициативные люди намерены проводить множество патриотических, социальных и экологических акций и праздников. Мы планируем заниматься развитием социальной осознанности, культуры социальной осознанности, чтобы люди не просто, допустим, сажали деревья, но понимали, что сажают они для себя, для своих детей, для своего города, для того, чтобы было уютно и комфортно жить в том пространстве, в котором мы находимся. Далее «Люди-дела» планируют еще одну акцию, посвященную Дню Учителей, связанную с благоустройством города. Но ее активисты пока держат в тайне. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.